Как-то в местной группе ВКонтакте появился пост с фотографией симпатичного белоснежного пёсика с поникшим взглядом, который сидел у обшарпанного забора сельского дома. Держа на весу переднюю лапку, на ней виднелся порез. В сообщении говорилось, что в таком состоянии пушистик находится уже не меньше недели. С трудом перемещаясь от калитки к калитке, вечерами он заглядывает в окна домов, но даже во двор его никто не пускает. Люди предпочитают делать вид, что просто не замечают раненую собаку. Я решила забрать Митеньку на своё попечение, потому что там, лучше под Курском, ему точно никто не поможет. Мы отыскали девушку, возле дома которой его видели в последний раз. Её очень просили пустить пёсика хотя бы в сарайчик до приезда волонтёра, чтобы он гарантированно дождался спасения и хоть немного согрелся. Но она наотрез отказалась, придумав кучу причин, то муж не разрешает, то собака против. Поэтому пришлось отправляться за пушистиком вслепую за 100 километров, не зная, найдём его или нет. Но Митёк словно чувствовал, что именно сейчас решается его судьба. И в нужное время приковылял к тому самому забору, рядом с которым был запечатлён на фото. Увидев, что дверца машины открылась, пёсик тут же потопал навстречу, скромно прижав ушки и виляя хвостиком. Кажется, Митёк и сам не верил, что дождался спасения. Но тут же забрался в салон и с обидой посмотрел в окно на село, где над ним издевались, и никто не пожалел. Войдя в клинику, пёсик очень удивился и обрадовался тому, что оказался среди людей. Он буквально расцвёл и с энтузиазмом позировал для фото с волонтёром, доверчиво прижимаясь мордочкой к её плечу. Бедный Митя так радовался спасению, что был готов расцеловать весь мир, начиная с врачей, заканчивая пациентами и их владельцами, удивляя всех своей добротой и непосредственностью. Кажется, на время он даже забыл о боли и начал пританцовывать, а ведь с лапами у него были проблемы. У основания каждой виднелся глубокий порез, такое чувство, что их пытались отпилить. Страшно даже представить, как это происходило. Митя оказался ещё щенком, ему было около полугода. А фраза «белый и пушистый» – это точно про него. Слишком доверчивый, добрый и наивная обнимашка. Пёсик подрос, поправился, но остался всё таким же забавным и любвеобильным собачьим ребёнком. Когда хозяин передержки подходит к вольерчику Митю, он начинает выделывать такие реверансы, что диву даёшься. Он реально танцует и почти по-человечески. Это самое яркое проявление радости у Митюни. Но, конечно, радостных моментов в его жизни сейчас не так много. Ведь зоу-гостиница переполнена моими подопечными и уделить достаточное внимание каждому просто нереально. Для таких контактных собачек, как Митенька, это, конечно, тяжело. Ведь он у нас максимально человечный и совсем ручной. Эти короткие моменты счастья с танцами сменяются часами грусти и одиночества. Пожалуйста, обратите внимание на Митеньку. Он очень устал от жизни в вольере и хочет домой. Ну а пока буду очень благодарна за любую помощь в оплате зоу-гостиницы Митя и его друзьям.